Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге псалмов царя Давида. И сегодня мы будем читать псалом 16, который в надписании на славянском и на еврейском языке он приписывается царю Давиду. И, скорее всего, этот псалом связан с тем периодом жизни царя Давида, когда его гнали и преследовали слуги царя Саула. Для того, чтобы погубить его. И Давид, который находился в таких стесненных обстоятельствах, он с мольбою обращался к Господу и просил суда Божия, дабы Господь рассудил между ним и царем Саулом, который несправедливо гнал его. Итак, мы читаем 16-й псалом, который озаглавлен как молитва Давида. И он начинается словами «Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему, прими мольбу мою из уст нелживых». И дословный перевод у нас будет приблизительно такой. Молитва Давида. «Услышь, Господи, праведное, внемли моему стинанию, выслушай молитву мою, не из лживых уст». То есть Давид обращается к Богу с некой собственной правдой, которую он имеет. Имеется в виду его правота в этом конфликте с царем Саулом. Потому что Давид не злоумышлял против царя Саула, ничего плохого. И даже в тех случаях, когда Саул оказывался в его руках, Давид ничего плохого против него не делал. И он просит Бога, чтобы тот внял воплю его. Вопль – это то, что вырывается из уставшего сердца, которое устало от той тревоги, которую оно переживает. «Прими мольбу из уст нелживых». Этим самым Давид подчеркивает, что и в отношениях с Богом, и в отношениях с царем Саулом он никогда не допускал себе элемент лжи или лицемерия. Тем более это совершенно бессмысленно во взаимоотношениях с Господом, который созерцает и наши мысли, и любое чувственное движение нашего сердца. И далее второй стих. Давид требует суда Божия. «От твоего лица суд мне доизыдет, да возряд очи твои на правоту». Суд по-еврейски дан. Имеется в виду прежде всего приговор, который будет вынесен Божьим судом. И Давид требует этого приговора над собою. Он говорит, «Суд мне доизыдет, да возряд очи твои на правоту». То есть Господь, как правосудный судья, Он может взвесить все за и против, и вынести решение, по поводу этой тяжбы между Давидом и царем Саулом. Собственно говоря, в таком вот библейском понимании, более широком, чем мирское, есть один судья – это Господь. И в Библии сказано, что суд – это дело Божие. Конечно, есть такое понятие, как церковный суд, об этом пишет апостол Павел. Потом были судьи в еврейском народе. Но суд – это в любом случае дело Божие. И судья человек должен услышать божественный приговор. То есть не своим собственным суждением, тем более предвзятостью какой-то, совершать судебный акт, отталкиваясь от заповедей Божьих, вносить то или иное решение. И Давид как бы готов встать на суд Божий. Собственно говоря, мы христиане, вот когда отходим ко сну, сон, как я часто объясняю, это образ смерти, когда человек засыпает, в его сне как бы одна десятая смерти, как говорили древние. И человек не уверен, что он проснется. Поэтому каждый вечер перед сном мы читаем молитвы покаянные, чтобы, если в эту ночь Господь нас заберет, мы бы предстали на его частный суд. Сначала именно частный суд происходит над человеком на сороковый день после смерти. А потом смогли бы выстоять и на страшном суде, окончательном суде. Поэтому в любом случае мы всегда как бы предстоим пред Господом, который испытывает наши сердца, и очи его взирают на правоту или неправоту нашу. И далее мы читаем третий стих. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел от мыслей моих, не отступают уста мои». Вот здесь Давид говорит очень важные вещи о том, что от мыслей его не отступали уста его. То есть то, что он мыслил, чувствовал в сердце своем, то было и на устах его. То есть он не позволял себе в сердце иметь одно, а вот вслух говорить совсем другое. С другой стороны, вот эти слова «посетил меня ночью». Ночь – это символ как бы неких таких бедствий. Но несмотря на все эти бедствия и переживания, Давид остается верным Богу и верным правде его, заповедям его. И мы можем переживать как бы некую такую ночь и днем, когда вокруг нас сгущаются силы зла, зло, которое исходит от них. И ночь может быть долгой ночью, когда мы постоянно подвергаемся нападкам со стороны сил зла. И находясь в таком состоянии, мы должны, конечно, проявлять упование на Бога. И готовность встать на суд Божий – это готовность как можно быстрее, чтобы развязка наступила. Такое желание испытывает человек, который устал от нападений против него. Этот псалом, как учат святые отцы, он является псалмом для всех людей, которые подвергаются нападкам, оскорблениям, клеветам. Особенно, когда это происходит со стороны своих же, единокровных и единоверных. Потому что в этой ситуации конфликта с царем Саулом Давида гнали никакие ни филистимляне, ни голиаф никакой, а израилетяне его гнали, евреи. И царь евреев Саул преследовал его. «В делах человеческих по слову уст твоих я сохранял себя от путей притеснителя». Посмотрим, какой возможный перевод вот этого сложного стиха. «В делах человеческих по слову уст твоих я соблюдал пути разрушителя». Что это может означать? Под делами человеческими в Писании обычно подразумевается привязанность человека к чему-то земному. «По слову уст твоих, говорит Давид, я охранял себя от путей притеснителя». Или, более близко к оригиналу, от путей разрушителя. Разрушитель — это дьявол. Потому что все, что он несет, оно представляет опасность для всего бытийного. Потому что лишенный благодати и творческого начала, этот дух берет повод от заповеди, как пишет апостол Павел, и искажает ее смысл. «Я охранял себя от путей притеснителя» или от путей разрушителя восклицает Давид. Потому что дьявол силен разрушить каждую семью, каждый дом. Если это семья, этот дом своим основанием имеют не камень веры в Иисуса Христа, а основанный на каком-то песке гедонистических настроений. Такой дом при первом ударе свирепости Лукавого он не устоит и будет опрокинут. И Давид умоляет Бога, чтобы он утвердил его в каждом его движении. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои», восклицает Давид. Мы все нуждаемся в том, чтобы Господь поддерживал нас в путях наших. И когда мы читаем о древних праведниках, что они ходили пред Богом, в некотором случае перевод синодальный дается не точно. Там иногда стоит приставка «эт», то есть имеется в виду ходили с Богом. То есть самостоятельно они не могли бы совершать хождения в этом мире не в смысле инвалидности ног, а в смысле бесовской агрессии, которая была, например, во времена Ноя. Вот в случае с Ноем там сказано «ходил с Богом», потому что в тяжелые времена, как говорится, без Бога не до порога. Давид продолжает молиться, «К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже, преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя от противящейся десницы Твоей». То есть просишь, чтобы Господь явил милость Свою по отношению куповающих на Него. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими». То есть здесь описывается некое такое сражение, противостояние между Давидом и многими его противниками и врагами, которые окружают его. Но характер описания этих враждебных сил не оставляет сомнений, что речь идет прежде всего о злых духов, которые действовали через этих людей. «На всяком шагу нашим ныне окружают нас», восклицает Давид. «Они устремили глаза свои, чтобы не изложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытых». Ну а то, что дьявол действительно действует, как лев по отношению к нам, в Библии сказано, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого бы ему поглотить. «Восстань, Господи, предупреди их», то есть опереди их, не изложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставляешь остаток детям, а я вправде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». То есть Давид, прибегая к защите Господа, он говорит, «Боже, Ты же заботишься о моих врагах, Ты насыщаешь их детей, а что после этого остается, Ты даешь детям своим, то есть верующим в Тебя. Если Ты промышляешь, заботишься даже о врагах моих, то позаботься о мне». И вывод, «А я вправде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Давайте посмотрим, как этот текст от 13 стиха и до конца будет звучать в дословном переводе. «Встань, Господи!» по-славянски воскресни, «Опереди его, поставь его на колени». То есть речь идет как бы сначала о многих врагах, а по сути дела об одном, то есть дьяволе. «Встань, Господи!» «Опереди его, поставь его на колени, дай душе его, дай душе моей избежать нечестивого. Твоего меча, людей, Твоей руки, Господи, людей из Бренного, их доля в жизни этой, и чтоб Твоим сокровенным Ты наполнил их чрево, чтоб насытились сыновья, и свой излишек оставили своим детям малым. А я в праведности, я буду Тебя лицезреть, наяву насыщаться Твоим образом». Тема образа Божия, который можно созерцать, она присутствует в псалмах Тавида. Действительно, здесь он об этом говорит очень откровенно, «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». И как я часто объясняю, Бог действует в этом мире как с сокрытием своего лика, образа, так и с открытием его. И когда Давид умоляет Господа, «Восстань, Господи, предупреди их, то есть опереди их», он как бы умоляет Господа, «Не скрывай больше своего присутствия, помоги мне, ибо многие ополчились против меня». А мы точно знаем, что Саул, он не просто так проявлял гневливость по отношению к Давиду, а некий злой дух, который Господь попускал, чтобы он подходил к Саулу, он настраивал Саула против Давида. Поэтому брань с Саулом это и брань с неким злым духом, который все время касался сердца этого царя, царя Саула. И этот Псалом, как я уже сказал, он является Псалом, очень важным для тех людей, которые переживают несправедливые гонения, неоправданные гонения. И когда нам тяжело, и мы чувствуем утеснение, особенно со стороны таких же людей, как и мы, например, какая-то группа верующих будет нами недовольна, или там почему-то там священник меняет отношение к нам. И вот в каждой такой ситуации, читая этот Псалом, мы понимаем, что все-таки враг у нас один, это дьявол. Он может, конечно, подталкивать других людей, как бы провоцировать их и нас на конфликт, но при уповании на Бога, когда мы требуем вмешательства Бога и его справедливых судов, мы можем избежать и такой трудной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok